В этом противостоянии Марс будет настолько близок к Земле, как он не был в течение последних 10 примерно тысяч лет. Но на самом деле это все чисто условно, потому что в противостояниях близкое противостояние и далекое противостояние различаются не очень между собой. Но сам по себе астрономический факт интересен. Любопытно, что последние примерно 100 лет интерес к Марсу не увядает. Я посмотрел литературу и обнаружил, что все эти 100 лет Марс был очень в центре внимания публики. Очень интересно, в 1897 году была опубликована книжка в России, книжка Камилла Фламариона, в которой он писал о том, как живут марсиане в частности. Он писал, что марсианское общество ушло от нас очень далеко вперед в области культуры, что они живут семьями, что они владели науками, искусствами. И вообще представляет собой очень совершенное общество. Ну, любопытно, что наряду с вот такими экскурсами, которые временами Фламарион допускал, он вместе с тем и писал очень интересные вещи о планетах. И даже астрономы, пожалуй, второй половины 20 века, все учились по его книжке. Интересно, что не только астрономы, не только ученые, не только люди, интересующиеся наукой. Но у нас вообще небо было очень популярно почему-то в то время. В 1898 году опера Римского-Корсакова «Царская невеста» была опубликована, впервые она вышла. И там есть ария Марфы. Помните, в других краях, в других мирах такое небо, как у нас, умирающая Марфа поет. Опять-таки, интерес к небу. И вот этот неувидающий интерес к небу, интерес в конечном счете, вот о чем мы говорим, к Марсу, подталкивает и сейчас исследователей к запуску одного за другим аппаратов к Марсу. Исследованием с целью определить самое-самое, казалось бы, загадочное явление – жизнь. Есть ли жизнь на Марсе? Откуда взялась жизнь на Земле? Потому что эти два… Мы когда-то говорили с вами примерно год назад, как эти явления связаны, что жизнь, по-видимому, если она возникает на одной планете, она обязательно должна была перенестись и на другую планету. Ну вот, это противостояние привлекло внимание любителей астрономии. Насколько мне известно, они мобилизуют свои телескопы. До августа осталось уже недолго. И Марс будет наблюдаться большой армией как любителей, так и профессионалов. Вместе с тем, в последние годы у Марса появились новые аппараты, новые космические аппараты, которые, ну как всегда это бывает, появляется новое техническое средство, появляются новые возможности и появляются новые открытия. Я не зря начал с того, что вот где же там жизнь на Марсе, где-то жизнь на Марсе, и ее ищут, комментируют и в литературе, и в юмористических всяких изданиях. Вместе с тем, ведь вопрос о том, как искать, где искать жизнь на далекой планете, ученым ясен, потому что искать-то надо там, наверное, где есть вода. Та форма жизни, которую мы знаем, она всегда будет связана с водой. Поэтому поиски жизни на Марсе, можно поставить знак равенства, были равны поиску воды на Марсе. И вот в течение длительного времени мы считали, что Марс действительно, это и правда, Марс очень сухая планета, но вместе с тем оказалось, что новые открытия, новые результаты, которые были получены с новыми аппаратами, в общем-то, принесли такие сведения, о которых мы раньше и не догадывались, и о которых мы и не ожидали. То есть на Марсе обнаружены, если не современные потоки, то во всяком случае, временами возникающие потоки воды, наблюдаются ручьи, горные ручьи на склонах, и, по-видимому, есть даже какие-то пруды, заполненные, скорее всего, льдом, но образовавшийся пруд говорит о том, что когда-то вода в него втекла. Вот сейчас на экране вы видите Марс, видимый, с одной стороны. Это планета, которая по размерам примерно вдвое меньше Земли, почти вдвое меньше Земли, но все же вдвое больше нашей Луны. Марс давно привлекает внимание астрономов, еще и потому, что это очень удобный объект для наблюдения. Хотя, в общем-то, в телескопе мало что можно разыщить. Вот те снимки, которые вы видите, так же, как следующая картинка, это Марс с разных сторон. То, что мы видим, это поверхность Марса, потому что атмосфера очень разряженная, она в 150 раз более разряжена, чем земная атмосфера. Это атмосфера, состоящая в основном из углекислого газа. Тем не менее, даже эта очень разряженная атмосфера иногда создает бури над поверхностью Марса. Она переносит какие-то ничтожные количества влаги от полюсов к экватору, от экватора к полюсам. И нужно сказать сразу же, что в условиях крайне холодного климата Марса вода, как предполагалось, может существовать только в виде льдов или пьяния где-то. Но то, что было обнаружено сейчас, это было совершенно неожиданно. Вот если можно на следующую картинку, там вы увидите вершину, высочайшую вершину, это гора Олимп, которая имеет высоту 27 километров. Вот школьники знают у нас гора Эверест, 8848 метров. Мы с детства знаем всю эту цифру, да? А тут 27-километровая вершина. Естественно, давление на уровне этой вершины получается практически в 10 раз ниже, чем на уровне поверхности. Какой поверхности? Мы считаем на Земле, на уровне моря. Там, конечно, никакого моря нет, но вот есть условная поверхность. На уровне там 6 миллибар. Это вот, повторяю, углекислый газ. На следующей картинке вы видите гигантскую такую рыквину, которая проходит чуть ли не наполовину вдоль экватора. Марс — это гигантский каньон, каньон долины Маринера по имени первого аппарата, который летал тогда к Марсу. Вместе с нашими Марсами первыми. Ну вот, это тот вид планеты, который можно увидеть с космического аппарата, приближающегося к планете, кружащего над нею. В частности, такого аппарата, как Марс Global Surveyor, который вот сейчас обнаружил эти, значит, очень интересные образования на поверхности Марса. Сама поверхность на следующей картинке вы сейчас увидите. Сама поверхность довольно скучная у Марса. Это камни, красноватый песок и, что интересно, красное или розоватое небо. Небо розовое именно потому, что пыль поднимается с поверхности, и мелкая фракция пыли очень долго висит в атмосфере до следующей бури. Бури, кстати, бывают связаны очень часто с противостоянием с Землей. Но это, конечно, Земля-то тут ни при чем. А это происходит потому, что, приближаясь к Земле, Марс, одновременно, приближается и к Солнцу. Это понятно. Вот космический аппарат, который летал несколько лет назад, опустил на поверхность Марса такую тележку размером с детскую коляску. Вот вы ее видите здесь. Он исследовал поверхность опять-таки под тем же самым углом. Что же представляет собой эта поверхность? Сейчас мы знаем ее состав. Мы видим, до сих пор нет ни малейших признаков жизни, которые бы существовали на поверхности Марса. Но, может быть, все-таки она могла бы в виде простейших микроорганизмов существовать в глубине грунта. Это возможно. Потому что в Антарктиде мы знаем, что многие микроорганизмы могут взрываться в грунт, могут существовать в условиях даже льда. И вот те исследования, которые были на этот счет проведены, показывают и подтверждают, что жизнь очень легко приспосабливается к самым различным условиям. Но вот тот снимок, который вы видите сейчас на экране, это уже новости. Значит, размер этого участка всего 28 километров. Здесь видно старинное русло. Здесь вода текла по поверхности Марса необразимо в далеком прошлом. Более трех миллиардов лет назад. Но что интересно, на краях, на склонах этого русла, обнаружены сейчас уже, можно сказать, что-то такое, напоминающее вот эти вот ручьи на склонах земных оврагов. Вот следующую картинку. Следующая картинка показывает это немножко даже лучше. До недавнего времени считалось, что то, что мы видим на Марсе, на склонах, это осыпи песка, это камнепады, которые вот и образуют, как вот на этой картинке, такую разноютую структуру на дне этого каменчика или на дне этого кратера. Но вместе с тем, посмотрите, вот на склонах видны, ну, то, что я бы, конечно, назвал протоками или такими вот ручьями. Но у них есть одна очень странная особенность. Они сужаются к низу. То есть получается впечатление такое, что эти ручьи текут вверх. Конечно, вверх там ничего не течет, но что получается с водой на Марсе? Оказывается, что эти все источники находятся на склонах. То есть вода выплескивается на поверхность из каких-то тающих масс подпочечного льда. И вот лед сам находится на достаточно большой глубине. То есть по мере того, как он тает, а он там образовался очень давно, ну, вот, скажем, увеличение тепла за счет радиоактивного или распада, за счет каких-то, может быть, других явлений, приводит к тому, что вода начинает таять, и появляются вот эти вот потоки на склонах. На глубине примерно 150 до 500 метров по сравнению с поверхностью окружающей равнины. Но что получается в условиях очень морозного климата? Значит, средняя температура – это минус 60 градусов нашей 100-градусной шкалы. Значит, представьте себе, что вы на морозный грунт выплеснули ведро воды. Что с ним произойдет? Морозный грунт, отчасти впитав эту воду, тут же заставит ее замерзнуть. Давление на Марсе настолько низкое, что до сих пор считалось, что любой поток тут же испарится. Но это немножко наивно, потому что в школе когда-то нас всех учили, что для того, чтобы испарить один килограмм воды, нужно затратить довольно много – 2500 джоулей или там 540 калорий. Где эта вода возьмет такую энергию, столько тепла? Взять ее негде. Поэтому испариться может не более 1% в марсианских условиях этой воды. Все остальное начинает течь под поверхности, взаимодействуя с морозным грунтом и замерзая. Таким образом, получается ложе ледяное. Но оказывается, что постепенно, естественно, вода на это расходуется. И в конце концов, где-то на расстоянии, я не знаю, сотни метров, двух сотен метров, это русло изотанчивается. Самые большие русла, которые были обнаружены, имеют длину до 7 километров. То есть все же вода течет. В некоторых случаях это получается, наверное, из-за того, что в летнюю пору все-таки грунт немножко теплее. Но вот на этом снимке вы видите вообще поразительную вещь. Внизу вы видите ограниченное, такой извилистой границей, ну что-то вроде пруда, озера что ли. Причем ширина его полтора километра. Это довольно большое образование. И видно, как по стенке вот этого кратера, его размер тоже порядка нескольких километров, по стенкам этого кратера, по-видимому, стекают грязевые потоки, вода, перемешанная с мелким песком, с илом. И внизу они образуют вот такое озеро небольшое. Причем, по-видимому, границы образуются из-за того, что вода в замороженном грунте создает некую такую стенку, очень похожую на то, что я когда-то видел прямо на земле. Вот на следующей картинке, если вы посмотрите, вот есть такие бассейны. Это есть удивительное место неподалеку от нашей страны, к югу, в Турции. Место называется Памуккале. Там тоже с горного склона текут потоки, которые несут кальциевые гидросоли. Это что-то не лед? Это не лед. Хотя обманчивое впечатление, когда туда попадаешь, кажется, что обледенелый склон. Но люди ходят босиком в этой теплой воде, и вот она образует вот такие отложения кальциевых солей. Конечно, на Марсе это не кальциевые соли, но чтобы удержать вот такие пруды, как мы сейчас видели, естественно, нужно для этого какой-то укрепленная стенка этого пруда. Вот она образуется из промерзлого грунта. Таким образом, то, что было обнаружено в этих вот, следующую картинку, если можно, в этих исследованиях новых, это вот такие стекающие по поверхности, по-видимому, потоки. Причем критики тут же заявили, что это же было, по-видимому, очень давно. Да нет, посмотрите, некоторые из них темные, некоторые светлые. Это говорит о том, что они, по-видимому, существовали в разное время. Более того, в некоторых местах, на фоне совершенно, казалось бы, высохшего следа потока, появляется новое темное образование. Более того, с космического аппарата... На глазах, по сути. Где-то образовались новые источники. Там, где их полгода не было. В другом случае, это было через полтора года. Но, во всяком случае, это происходит, безусловно, в наши дни. Таким образом, не такая уж и сухая планета Марса. То есть вода не просто есть, а есть жидкая вода. Есть жидкая вода. Ну, вот то, что вы видите на этом снимке. Это, значит, аналоги. Исследователи поехали в Исландию и смотрели, что получается там. Там тоже таяние подпоченного льда приводят к появлению таких потоков. Ну, вот, собственно, то, что я хотел вам рассказать о Марсе, это последние новинки того, что мы видели. Вместе с тем, говоря о том, что происходит сейчас на Марсе, мы не можем так же отказываться от того, чтобы подумать о том, что будет происходить дальше с Марсом. Что будет происходить дальше не только с Марсом. Что будет происходить с Землей. В нашей Солнечной системе, как вы знаете, 9 планет. И вот первые 4 планеты находятся совсем близко к Солнцу. Это Меркурий, Венера, Земля и Марс. Вот о судьбе этих планет, в том числе о судьбе Марса, мне хотелось бы поговорить дальше. Это часть, которую можно было бы действительно так и назвать. Судьба планеты. Во время времени, во всех учебниках в популярной литературе, вы могли прочесть, что Земле гарантировано существование еще по крайней мере, вот в тех же условиях, каких она существует сейчас, в течение 5 миллиардов лет. Потому что у Солнца в запасе еще 5 миллиардов лет безбедного существования. Это действительно так, даже более того, 7 миллиардов лет. Но не все так оказалось гладко. Значит, вот представьте себе, как работает Солнце. Ну, если говорить на пальцах, все просто. Вы знаете, это термоядерные реакции. Они происходят в центре звезды. Значит, когда под звезда образовалась, весь материал, главным образом водород, под действием тяжести устремился к центру этой звезды. А как вы знаете, при сжатии газ нагревается. И он нагревался до тех пор, пока, наконец, не началась термоядерная реакция. Термоядерная реакция, 4 атома водорода превращается в атом гелия. Все получается прекрасно, выделяется энергия. Из ядра эта энергия постепенно проникает к оболочкам звезды. И мы видим Солнце, которое светит, имея температуру фотосферы 6000 градусов. Все прекрасно. Но что происходит на самом деле в ядре? По мере того, как сгорает, можно выразиться так, сгорает водород и образуется гелий, не все остается неизменным. Почему? Есть такая простая формула, что давление равно произведению числа частиц на постоянную, на температуру. Если вы 4 атома водорода превращаете в 1 атом гелия, частиц становится меньше. В результате, казалось бы, давление должно уменьшиться. Внешние оболочки, которые только от того и ждут, чтобы противодействующая им энергия пустила их сжаться, начинают сжимать несколько больше ядро. В этом сжавшемся ядре термоядерные реакции идут быстрее. И так происходит непрерывное ускорение. Быстро ли? Да нет, не быстро. За 4,5 миллиарда лет существования Солнца этот процесс прибавил в излучении 30%. Но это же время огромное. И что будет дальше? Ну, еще за миллиард лет еще прибавится 10%. Но для Земли это оказалось не так уж безобидно. Потому что живем-то мы в узком температурном интервале. Мы сейчас жалуемся, в Москве холодно. Июнь, в Москве холодно. Ведь разница-то составляет всего 10 градусов. Прибавьте 10 градусов, будем говорить, жарко, да? И вот все условия, не только жизнь на поверхности Земли, но вообще все условия самого существования планеты, существования ее атмосферы, существования ее гидросферы, связаны с тем притоком солнечной энергии, который мы получаем каждый день. Поэтому если этот баланс нарушить, а нарушиться он может очень легко, то возникнут всякие неприятности. Значит, вот я прокомментирую несколько статей, которые в последние несколько лет появляются одна за другой и предсказывают, что же будет с планетой Земля и с другими планетами Солнечной системы. Есть ли это интерес? Конечно. Ну вот, значит, во-первых, говорится о том, что повышение температуры, даже сравнительно небольшое, приведет к тому, что углекислый газ, которым все так недовольны и который создает парниковый эффект, начнет энергично поглощаться поверхностью. Но это не так уж и хорошо, потому что в этом случае растениям будет нечего есть. По прогнозам авторов одной из статей, получится так, что за сравнительно некороткое время, примерно такое же время, как нас отделяют от динозавров, это в 100 миллионов лет, углекислого газа для растений не останется, растения погибнут, а животным будет нечего есть. Такие прогнозы были сделаны примерно в 1982 году, в 1982 году, и потом много критиков по этому поводу высказывали свои мнения. Ну вот, высказывания касались главным образом того, что, как всегда, слишком категоричен вывод. Если мы ожидаем, что роскошная природа Земли будет поставлена на край гибели благодаря тому, что углекислого газа не станет, то это, конечно, не так. Во-первых, времени вполне достаточно, чтобы растения приспособились. Раз. Во-вторых, есть такие растения, они от насцикласса С4, это кукуруза, например, это высокоорганизованные растения, которые потребляют в десятки раз меньше углекислого газа, чем другие растения. Ну, я здесь не специалист, я не могу оперировать этим материалом так, как, наверное, это бы сделали. Ну, в случае, 100 миллионов лет, время для эволюции достаточно. Время для эволюции. Затем, значит, более аккуратные расчеты показали, что это даже не 100 миллионов, а, может быть, раз в 8 больше. И тогда получается, что вроде бы вообще все прекрасно. Но не так уж прекрасно, как это кажется на первый взгляд. Потому что неумолимые характеристики изменения светимости Солнца, вот это повышение энергии, рано или поздно станут приводить к тому, что все-таки этот процесс дойдет до какой-то точки, а дальше начнется куда более неприятное явление. Значит, парниковый эффект, который существует на Венере, вот Александр Тихонов-Васильевский у вас рассказывал об этом. Парниковый эффект, который существует на Венере, существует потому, что солнечная энергия проникает сквозь атмосферу к поверхности, разогревает ее нижние слои атмосферы, а в инфракрасном диапазоне это излучение выйти обратно не может. Вот такие же условия могут возникнуть на Земле, причем есть куда более активная штука, чем углекислый газ. Это водяной пар. Он обладает чудовищным парниковым эффектом. Этот парниковый эффект может привести к тому, что температура на поверхности Земли начнет повышаться очень быстро, а в свою очередь это приведет к еще более быстрому испарению океанов. Таким образом возникает положительная обратная связь. Сейчас ее нет, потому что Земля находится в более или менее стабильном состоянии, об этом можно поговорить детальнее. Но вот ситуация примерно такова. Значит, что же произойдет тогда дальше? Венера потеряла, по-видимому, свою воду не потому только, что она испарялась, но и потому, что с так называемого критического уровня с верхних слоев атмосферы, разрушаемая солнечным, как колоновым излучением, молекулы воды, теряла водород. То есть H2O разбивалась на водород и кислород, и водород, как очень легкий газ, уходил в космос. Вот предполагается, что так Венера растеряла всю свою воду. Если этот механизм дойдет и до Земли, то нас ожидает примерно то же самое, что изображено на этой картинке. То есть будет тогда потерян весь запас воды, который есть в океанах, разогревшаяся поверхность выделит углекислый газ, который связан этими породами, о которых я говорил, и тогда начнется настоящий ад на Земле, потому что температура повысится до уровня кипения воды, и выше, и жизни на поверхности Земли может не остаться. Когда это может произойти? Ну вот я повторяю, что здесь предсказываются такие вещи, что это произойдет где-то через 800 миллионов лет. Я вообще-то не знаю, почему это нас так должно интересовать, потому что я не уверен, что человечество до этого времени дотянет. Но может быть наши потомки все-таки окажутся настолько мудры, что сумеет... Ну не человечество, другие формы жизни. Другие формы? Пусть живут, конечно. А какие другие формы? Любые высокоорганизованные. То есть мы-то можем уничтожить сами себя в два счета. Это мы уже доказали, по-моему, с достаточной очевидностью. Ну живем же? Пока да. Но если Земля останется пригодной даже для жизни, тогда есть надежда. Собственно, об этом и речь, насколько я понимаю. А кто может быть вместо нас? Ну я же не могу за Господь Богу выступать или за эволюцию. Вы кто угодно. Если мы перестанем мешать Земле, может быть и возникнет какая-нибудь эволюционная цепочка, которая приведет к тому же, что мы называем разумом. Я, кажется, читал, что медведи очень перспективные. Не может быть. Были сделаны целые конструкции о том, что было бы с динозаврами, если бы они продолжали эволюционировать. Да. Очень милый получался такой, не гуманоид, но разумный динозаврик о двух ногах. Поэтому пути же неисповедимы. Очень любопытно. Да. 800 миллионов вы сказали. Ну, что-то примерно так. 800 миллионов. Вот если, значит, через это время действительно Земля приобретет вот такой вот, как здесь, то, казалось бы, дела совсем плохи. Вот если на следующей картинке мы посмотрим, значит, там есть такой график, который не должен пугать наших слушателей. Там показано, что происходит с Солнцем. Вот эта вот линия, которая идет слева вверх, понемножку, где написано сегодня. Сегодня это вот в этом состоянии, там желтая точка, в каком состоянии находится Солнце. Вы видите, уже поднялось излучение Солнца. Показано, как излучение повышается. По горизонтали показано время жизни Солнца. И потом, повышаясь с каждым, с каждой сотней лет, с каждым миллионом лет, это излучение вот дойдет до того, что где-то там через 3 миллиарда на 40% падающая на Землю энергия будет больше. Вот здесь уже начнутся те самые неприятности, о которых, наверное, можно было бы уже говорить, как о непреодолимом внешнем факторе, если бы тут же не был найден выход. Так ли уж это непреодолимо? Вот то, что происходит дальше, вот если смотреть на этот график, то, что происходит дальше, вот за возрастом для Солнца 12 миллиардов лет, или от нас, отсчитывая, 7 миллиардов лет, там уже Солнце погибает, там Солнце уходит с так называемой главной последовательности, и ничего хорошего там ждать не приходится, потому что расширяются оболочки Солнца настолько, что и Венера, и Меркурий, и, вероятно, Земля окажутся уже внутри Солнца. Солнце превращается в красный гигант. Это очень такая заключительная, конечная стадия существования звезды, после чего, опять-таки, в течение примерно на 700 миллионов лет, эволюционная эволюционная тракция Солнца приводит к тому, что оно превращается в конечном счете в белый карлик. Но не об этом речь. Вот здесь уж сделать ничего нельзя, и остается только удирать из Солнечной системы. Но вот оказывается, что сама по себе эта восходящая, горизонтальная, спокойная ветвь, не так уж ужасна. Значит, было предложено красивое решение, на следующей картинке вы можете увидеть, как это сделать. Идея появилась, собственно, тогда, когда появились первые космические аппараты. Значит, долететь, ну, вот когда-то я говорил, что самое недостижимое тело в Солнечной системе это Солнце. Далеким планетам можно полететь. А вот до Солнца долететь нельзя, потому что Земля движется по орбите со скоростью 30 километров в секунду, и, значит, ракеты не могут обеспечить такой импульс. Поэтому можно лететь к Солнцу только с помощью, так называемых, гравитационных маневров. Что такое гравитационный маневр? Допустим, ваша ракета подлетает к какой-то планете, и угол, и направление сближения выбирается так, что, повернувшись в гравитационном поле этой планеты, аппарат уже летит с другой скоростью, если рассматривать скорость относительно Солнца. Относительно самого аппарата ничего не прибавилось, не убавилось. Но скорость изменения направления скорости, как векторная сумма, чем учат в школе, как векторная сумма приводит к тому, что вы можете, если хотите, замедлить скорость, а если хотите, ее прибавить. Вот когда-то у вас выступал Сургин Володя, так вот, он опубликовал как-то статью, что можно таким способом так разогнать аппарат, что послать его вообще к звездам, то есть преодолеть скорость 42 км в секунду. Ну, дальше уже совершенно ясно. Так почему бы не использовать этот самый прием для того, чтобы сместить Землю с орбиты? Значит, для этого предлагается следующий ход. Выбираем астероид понасивнее, ну, допустим, какой-нибудь 150-километровый астероид с довольно большой массой. Устанавливаем на нем очень мощную какую-то ракетную установку, которая смещает его немножко, значит, придавая ему такой импульс, который позволит ему сблизиться с очень массивной планетой, пусть у себя с Юпитером, вот как показано на этой схеме. Далее, повернувшись в поле Юпитера, аппарат уходит на такую трассу полета, что в конце концов он приближается к Земле и обмениваясь импульсом, который он захватил у Юпитера, астероид в данном случае, какое-то небесное тело, обменивается импульсом с Землей, так что Земля чуть-чуть отодвигается от Солнца. Астероид летит дальше, можно его опять направить к Юпитеру. Конечно, дело жутко рискованное, потому что, не дай Бог, он врежется земля. может, наверное, наши потомки придумают, как все это сделать. И вот оказывается, что если тело таких размеров, о которых я говорю, 150 километров, употреблять для этого раз в 6 тысяч лет, то вполне достаточно этого обмена, для того, чтобы Земля всегда смещалась ровно настолько, насколько будет увеличиваться облучающие ее солнечные мерки. Сам процесс этого смещения безболезнен для Земли? Давайте попробуем. Я не возражаю. Во всяком случае, год, конечно, станет длиннее. Год станет длиннее, и, наверное, и другие обстоятельства нужно будет принимать во внимание. Здесь много чего. Но, во всяком случае, те катастрофы, о которых пишут и предсказывают ученые в своих работах, что там сплошные наводнения, дожди или засухи, повышение уровня океана, полное исчезновение полярных шапок, да, все это, если рассматривать идеальный какой-то эксперимент, который природа ставит над Землей, все это неизбежно. С другой стороны, уже сейчас мы видим, как этого можно избежать. Вот примерно так выглядит решение этой проблемы повышения излучения Солнца, влияние его на Землю. И вот та картинка, которую вы видели последний замечательный день на Земле, я думаю, может стать не последним замечательным днем, а таких замечательных дней может быть еще очень и очень много. То есть, весь вопрос в том, чтобы сохранить человечество на Земле, вот то, о чем говорите вы. Предположим, мы сохранили человечество на Земле, но дальше получается опять интересная история. После того, как Солнце станет красным гигантом. Земля должна быть удалена от него на такое расстояние, чтобы не попасть в атмосферу, в Солнце, и в то же время быть, для того, чтобы быть обитаемым и получать достаточное количество энергии от него. Но дальше произойдет схлопывание, и Солнце превратится в белый карлик. И тогда Землю нужно будет двигать на орбиту современного Юпитера, если не ближе, для того, чтобы получать от этой умершей звезды какое-то количество энергии, достаточное для существования. То есть это решение в самом промежуточном? Нет, более того, это решение для красного карлика вообще не предусмотрено. Простите, для красного гиганта вообще не предусмотрено. Красный гигант это все, тут уже выхода нет никакого. Тут нужно покидать Солнечную систему, если для этого у вас есть порох, и отправляться куда-то. Я говорил о той стадии, о степенной, плавной стадии спокойного существования Солнца на так называемой главной последовательности. То есть пока главная последовательность нечего? Попросту говоря, пока не сгорел весь водород в ядре. Потому что что происходит дальше? Когда весь водород в ядре сгорел, начинают падать внутрь оболочки, принесется такое количество водорода, которое вызывает вспышки, и здесь уже ничего хорошего от этой звезды ждать не приходится. Классическое существование звезды на главной последовательности это вот то, о чем можно говорить. не проще не проще если предполагать, что человечество выживет и будет мы заглядываем так далеко, не проще ли придумать нечто напоминающее солнечный звончик. Вывести на орбиту некие массы какого-то вещества, которые обладают хорошей отражательной способностью и увеличивать присутствие этой массы на орбите на 10% за 6 тысяч лет. Или сколько там получается? для того, чтобы получать от Солнца, который увеличивает свой энергетический поток, столько же энергии, сколько мы получали до этого. Ну, цвет неба немножко изменится. Звезды будут наблюдать с Земли труднее. Но проблема будет решена. Предлагайте. Почему не опубликовать такое предложение? Я боюсь, что к тому времени, когда оно станет злободневным, человечество не будет иметь возможности его прочесть. Ну, это отдельная история в развитии человечества. Да, увлекает. Ну, хорошо. Предположим, мы обеспечили себе жизнь на 7 миллиардов лет вперед. На 7 миллиардов лет вперед. Вот только что это за мир, в котором мы будем жить? Я как раз сейчас разговаривал с вашими коллегами и как-то попытался обобщить, насколько исчерпывающие наше представление о мире, в котором мы живем. правильно ли мы понимаем, что такое Вселенная? Ну, заведомо, конечно, нет. Мы далеко не все знаем. Интересно, что 2000 лет назад Синека писал, что природа не раскрывает свои тайны раз и навсегда. И то, что нам кажется совершенно очевидным сегодня, будет предметом исследования для исследователей будущего. Ну вот, он был совершенно прав, и, собственно говоря, мы всю эту, всю историю науки мы и наблюдаем, то то, что было известно и казалось ясным и понятным вчера, становится непонятным сегодня. Это непонятный, это окружающий нас мир. Где-то 100 лет назад, вот я почему-то все время возвращаюсь к началу 20 века, потому что тогда науку сотрясали какие-то мощные, я бы сказал, революции. Если помните, подводился итог, ну, в частности, физики, и мастер-то ученые того времени писали, что в физике уже все ясно. Как писали тогда, в конце, позапрошлого, теперь уже века, или в начале прошлого 20 века, осталось несколько легких облачков на горизонте, и вот эти-то легкие облачка на горизонте создали потом и термоядерную бомбу, и электронику, и чего только они не создали. Сейчас почему-то, вот как раз на границе тысячелетий, опять наблюдается такая же вещь на этот раз в космологии. Значит, для меня было полной неожиданностью, что те исследования, которые еще недавно казались совершенно абстрактными, это исследования так называемого реликтового излучения, привели к совершенно парадоксальному результату. Ну, вот, наверное, среди ваших гостей были люди, которые рассказывали о реликтовом излучении, я напомню, что это вот когда Вселенная еще только образовалась, после этого гигантского взрыва, ну, достаточно большое время прошло, 400 тысяч лет, все это время Вселенная была непрозрачна для собственного излучения. Спустя 400 тысяч лет после взрыва она стала прозрачной, излучение стало проходить через нее, и оно гуляет по Вселенной до сих пор. Вот его-то и наблюдает, оно называется реликтовым, это реликтовое излучение, это излучение с очень низкой температурой, 2,7 термина, и когда, значит, его открыли где-то в последние трети прошлого века, ученые с большим интересом отнеслись к нему, не догадывались, что за этим стоит. потом стало ясно, что к чему, и стали искать в этом излучении неоднородности. Об этом тоже рассказывалось, по-моему, в одной из ваших передач. И вот эти неоднородности-то и потом привели к тому, что выяснилось, что мир, в котором мы живем, это совсем не то, что мы думали. Вот сейчас, когда уже этих исследований проведено так много, когда известны эти неоднородности с точностью до миллионных долей градуса. То есть, измеряется там, скажем, 10 микрокельвинов. Вот эти неоднородности, оказалось, являются ключом к тому, что происходило во Вселенной. В первой, страшно сказать, число, которое определяется 32 нулями после запятой секунд после начала, после возникновения Вселенной. Вот в это время возникли неоднородности. Эти неоднородности вот потом и дали все то, что мы видим сейчас. Эти неоднородности привели к возникновению галактик, звезд, в конечном счете планет. Так вот, по этим исследованиям специалисты пришли вот к какому выводу. То, что мы видим сейчас, галактики, планеты, туманности, вся межзвездная среда составляет всего 0,6% от всего вещества и энергии в космосе. Что же представляет собой все остальное? Но сначала это даже было трудно поверить. Оказалось, что 70% составляет так называемая темная энергия. Темная энергия в частности виновата в том, что Вселенная расширяется. исповедь. Что 26% составляет так называемая темная материя. Опять-таки загадочное вещество. Стали сказать, что это может быть такое. Вот к этим 0,6% удалось прибавить сначала 1%. Оказалось, что существуют межгалактические облака водорода, в частности, с очень высокой температурой. они настолько горячи, что трудно зарегистрировать их излучение. Слишком разряженная среда и рентгеновское излучение их очень слабое. Но тем не менее его удалось зарегистрировать. Затем то, что вот называется барионами, это в конечном счете атомы, это нейтроны и протоны, в общем наскребли их примерно на 4%. 26% представляет собой так называемая темная материя. И 70% как я говорил составляет темная энергия. Что это может быть? Нужно сказать, что эти исследования, которые в последнее время стали наиболее сенсационными результатами нынешних дней, эти исследования привели к тому, что ревизия представлений физики стала проникать во все ее поры. Если правильно те предсказания, которые сейчас опубликованы в литературе, то скорее всего вот эти 26% представляют собой какие-то еще неизвестные элементарные или субатомные частицы. Где они существуют? До сих пор совершенно неясно, где их искать и как их искать. нет буквально никаких данных для того, чтобы приблизиться к решению вопроса о том, что такое темная энергия. Вместе с тем появляются совершенно неожиданные идеи, которые, ну вот так же, как была в начале эта идея о реликтовом излучении, для чего его можно использовать и что можно вытащить из этих данных, вот точно так же появляющиеся новые идеи порой поражают своей парадоксальностью. Я хочу, наверное, в заключение сказать то, что наблюдалось в конце поза прошлого века и то, что наблюдалось, между прочим, и где-то там 25 лет назад. Вот говорят, что Киргофу, помните имя Киргофа, законы разветвления только учат в школе там, законы Киргофа, Киргоф кто-то подошел, когда ты сказал, что, знаете, открыт новый физический закон. Ха-ха, сказал Киргоф, неужели осталось еще что открывать? Это было последний третий поза прошлого века. Буквально слово в слово повторялось в прошлом веке. Я уж не буду называть имя одного из своих учителей, он был очень прогрессивным человеком, но он выступил однажды у нас в институте с докладом, что все в физике открыто. И вот уже после того, как он выступил с этим докладом, что все в физике открыто, вот были открыты эти новые явления, которые, насколько я понимаю, полностью изменят наше представление о мире. Я иногда думаю, куда все это ведет? Безусловно, это ведет к совершенству нашего овладения природой, овладения какими-то еще неизвестными приемами исследований, может быть, каким-то средством, я не знаю, новым средством связи. Я вот не перестаю думать о том, что радио это очень архаичная штука. Радио это прекрасное средство связи для Земли. Здесь все прекрасно. Но уже когда мы посылали космические аппараты к другим планетам, уходило Бог знает сколько времени на работу с ними. Когда аппарат Voyager был у Нептуна, 8 часов уходило на связь, 8 часов распространяется сигнал. И когда мы говорим о связи с аппаратами, которые отправятся к звездам, это что же, в лучшем случае, 5 лет туда, 5 лет обратно. Неужели в природе нет ничего, что позволило бы найти средство лучшее, чем радио по скорости? Тогда должно быть быстрее скорости света, что бы... Тут Бог его знает, к чему относится сама скорость света. Скорость света относится к пространству, да? И связана с массой. Связана с массой. Ну, вот, наверное, то, что я хотел сегодня рассказать. У меня в связи с этими открытиями есть еще один вопрос к вам. Некая шапка закидательства есть и сейчас. Даже когда 70% темной энергии и 26% темной материи не дают никаких ответов, все-таки приходится слышать время от времени, что это те самые легкие облачки. Абсолютно картина повторяется, да? Повторяется. Которая, что вот нам еще чуть-чуть и мы будем там. Вот меня всегда, я редко задаю этот вопрос, но меня всегда возмущала такая обстановка вопроса. Во-первых, кто обещал, кто когда обещал, что нам все будет ясно в устройстве мира? Что не существует вещей просто непостижимых с помощью того аппарата, который у нас есть. А у нас ведь есть только сознание для того, чтобы постигнуть мир, который мы этим же сознанием так или иначе контролируем. Кто обещал, что формула, что мир сложнее, чем наше представление о нем, перестанет существовать в этом своем виде? Он всегда будет сложнее. Тогда возникает вопрос. Естественное, беру кавычки, человеческое любопытство, которое за достаточно короткий период развития науки, если сравнивать даже с возрастом жизни человека, Homo sapiens sapiens, да, ну там известные сотни тысяч лет, а наукой человек занимается две тысячи лет из этой сотни, и уже мол, до чего додумался. Но если представить себе, что человечество, вернемся к тому, о чем вы говорили, что человечество будет жить и через 800 миллионов лет, и даже через несколько миллиардов лет, учитывая путь, который мы прошли за две тысячи лет, есть соблазн экстраполировать этот темп развития, темп понимания, темп движения вперед. Но если мы убеждены в том, что мир сложнее, чем наше представление о нем, а наше представление усложняется в геометрической прогрессии, насколько же сложен мир, на самом деле, вот в чем вопрос. вы знаете, тут, может быть, я не кстати, но приведу пример, который я когда-то почерпнул от своего кота. Я бы не рассказывал? Еще один код в науке, Да. Нет, у меня был потрясающий код. Это был самый гениальный код из всех, которых я видел. Это был код исследователей. И вот, я даже потом написал статью по поводу идеи, на которые меня навел мой код. Это был удивительный код, его интересовало все. У меня испытывался телевизор. Я обнаружил, что там не работает какая-то микросхема. Я разобрал телевизор на столе. Код, как всегда, устроился рядом. У него была такая манера, он ложился рядом и лапочки накрывал глаза, чтобы свет не бил. Рядом лежала микросхема. Он, глядя на меня, хитрый ее, значит, лапой подтаскивал к себе. Знаете, вот такой паучок с острыми выводами. Он ее попытался укусить. Потом он ее пукал. Потом он ее потрогал лапой. Потом он осторожно подвинул край стола и сбросил со стола. Микросхема так прыгнула на своих ножках, а кот прыгнул за ней. Он ее тронул лапой и он потерял интерес. Он принес знать все. Она пахнет химией, она жесткая, если ее укусить. Она колючая, если ее тронуть лапой, и она подпрыгнет, если ее сбросит со стола. таким образом кот был полностью образован. Это ваш вопрос о мире. Очень похоже на наше представление о мире. Что мы о нем знаем. И тем не менее, мне кажется, перспектива это все-таки ведь не зря же те же самые две тысячи лет, что развивается наука. Человечество если не совершенствовало, то как по-другому пыталось представить свои отношения в религиозной сфере, в области духа, в искусстве, там уж никакого заведомо прогресса нет в искусстве. Постигается все время одно и то же разное поколение, но прогресса нет. Но все-таки разными способами. Разными способами, но прогресса нет. Вы не можете сказать, что художники Возрождения писали хуже, чем современные художники? Или там у них была хуже техника, чем у современных художников? Сказать нельзя. Поэтому мне-то кажется, что пришло время великого объединения не в физике, а пришло время великого объединения во всех областях, где человечество 2000 лет пыталось, как ваш код, поиграть с этой микросхемой. И попытки такие, как я понимаю, по коробке и предпринимаются. У нас была не так давно запись, где физик, человек, который занимается квантовой механикой, сказал, что, видимо, и там достигнут некий барьер, который преодолеть можно только, если мы будем учитывать психологию наблюдателя, раз уж наблюдатель включен в квантовую систему как необходимый элемент. И если мы поймем, что такое сознание, которое проводит эксперимент и отбирает его результаты, может быть, тогда вот на этом стыке мы пойдем немножко другим путем. Но с другой стороны есть и вот реальные доказательства, вполне объективные свидетельства тому, о чем вы сказали перед этим, о том, что мы упираемся в невозможность определенных экспериментов. Ну вот, я не специалист в этой области, мне как-то попалась книжка Дэвиса «Суперсила». Там автор очень подробно и убедительно доказывает, что пробиться в том же самом квантовом мире выше определенных энергий невозможно, потому что нужен для этого, скажем, ускоритель с энергией Солнца. А потом и с энергией вселенной. То есть какие-то естественные ограничения есть. Однако интеллект человека вещь очень сложная. И очень часто бывает, что то, что реализовать невозможно, в лоб, можно обойти и найти ответ с другой стороны. Вся история науки вот об этом говорит. Вот в конечном счете я хотел к какому выводу прийти, может быть, несколько преждевременно, но что история науки, история искусства, история цивилизации, приходит к убеждению, что все, что делалось ранее, было сделано только для одного. Усовершенствовать тот самый аппарат познавательный, который мы получили даром от природы Бога или не знаю каких этих сил. Что то, что раньше не помещалось в нашем сознании, потому что морфологически мы же никак не изменились за эти сто тысяч лет, но то, что не помещалось раньше в нашем сознании, теперь находят там место, вроде как редукция волновой функции. Может быть, в этом конечная цель сделать вот эту область равной, по крайней мере, по объему, изучаемому миру, и тогда наконец познать его? Но с другой стороны нельзя не учитывать, что как только появилась речь уже вся дальнейшая эволюция интеллектуальных не учитывается, что не учитывается,